Юля, вот в своей музыкальной карьере вы все-таки певица, вы делаете карьеру как певица. У вас был момент, когда, как в вашей песне, взлетев белым лебедем, на крыло. Силая, смелая, как лебедя, делая, да. Как так получилось? Ну, там даже не то, чтобы... Не раз я ломалась, давайте так будем говорить. Не раз были такие. Были взлеты, были падения, были стагнации. Ну, так бывает. Я вообще, если честно, могу сказать, что, может быть, это не для меня, ну, так скажем, шоу-бизнес. Вот будем так говорить, если это вот... Как какой-то вот объект такой брать большой, потому что все-таки там есть свои законы, они не всегда для меня приемлемы. Ну, вот те моменты тяжелые, которые были, мы про них знаем, просто я хочу, чтобы вы рассказали. Как из этого выходили? Вот эта вот ситуация страшная с таким катастрофическим похудением, скажем так. Это давняя, да, история. Как вы вошли в это, и как вы из этого вышли? Ну, входила, входила, не заметила, как вошли. Просто хотелось привести себя в порядок. Считала, что делала это самостоятельно, без наблюдения врачей. И довела себя до изнемождения, когда уже все, когда уже врачи, психологи, психиатры даже говорили, что мы ей не можем ничем помочь случайно. Я услышала разговор лечащего врача с психиатром, с психологом. Страшно. Да, и как-то вот это меня взбодрило очень. Я поняла, что, ну, если они мне не могут помочь, то только я, наверное, смогу. И не только вы, а еще кто-то. Именно, да. И тогда Господь, конечно, оказался рядом, вытащил, и родители находились рядом, естественно, потому что, если бы они вовремя не приехали в Москву, просто навестить меня, потому что я же делаю это самостоятельно, живу одна, меня никто не видит, никто не наблюдает. Они приехали, а я уже вот как бы не совсем хороша, вернее, совсем плоха. Тогда началось лечение, потом вот по итогу лечения, я говорю, что такой вот разговор был услышан мною, я поняла, что либо я, либо никак, с помощью, естественно. А в чем была помощь? Обращались к Богу, молились? Молилась, да. Я говорила, я буду, я обещала, я обещала, я буду есть. Нет, я Господь молилась, я говорю, я обещала, я буду есть, я буду справляться, буду потихонечку выходить с этого состояния, хотя мне не хотелось, апатия была ко всему, не радовала ничего. Я тогда покупала раскраски, покупала какие-то там бесконечные украшения, чтобы, ну вот я знала, что меня радует, просто пыталась как-то заполнить, рисовала, сидела, рисовала, гуляла, вот-вот-вот так, в таком себя находила. Пыталась вытаскивать за счет таких вещей настроение, хотела, вкус жизни, желание жить, вытаскивала таким образом, в церкви была, естественно, в храме была регулярно, вот таким образом вышла.